Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. Сегодня говорим о событии 21 декабря. По некоторым данным, претендент на русский престол, самозванец, известный под именем Лжедимитрия II, появился на территории польско-литовской державы менее года спустя после гибели во время московского восстания 27 мая 1606 года царя-самозванца Лжедимитрия I, выдававшего себя за сына Ивана Грозного, царевича Димитрия, якобы чудом спасшегося от гибели еще в 1599 году. В 1607 году вокруг нового самозванца объединилось 3000 сторонников, разбивших вскоре под Козельском армией законного царя Василия Жуйского. Среди них были, польские авантюристы, южно-русские дворяне, украинские казаки, а также остатки разбитого под Москвой войска мятежного крестьянско-казацкого атамана Ивана Балатникова. В мае 1608 года, значительно усилившись, после присоединения к его отряду еще 7000 поляков и казаков из Литвы, самозванец одержал вторую победу над войском Шуйского в битве под Болховым. Среди новых союзников Лжедимитрия II оказались также отряды татарского хана Урас Магомета и крещеного татарского аристократа князя Петра Урусова. Летом 1608 года Лжедимитрий II обосновался под Москвой, в укрепленном лагере, в селе Тушино. Это стало поводом именовать самозванца Тушинским царем или Тушинским вором. Однако, все попытки Лжедимитрия II взять Москву оказались неудачными. В 1609 году уже сам польский король Сигизмунд III возглавил новый поход против России. К нему присоединились и польские союзники и самозванца. Оставшись неудел, в 1610 году Лжедимитрий II бежал под Калугу. Там он поссорился с Урас Магометом и велел утопить Касимовского хана. В ответ на это, 21 декабря 1610 года друг казненного, князь Урусов, зарубил самозванца саблей во время охоты. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.